абдулласс раджи дина спрашивает ассаляму алейкум кималу алейкум салам абдулла вопрос вот такого характера будет ли грех за разоблачение лжи алимов имамов шейхов уста устазов и так далее грех это когда человек нарушает права законные права других например убивает у человека есть право на жизнь он лишает этого права и убивает вот это грех или же человеку принадлежит некое имущество он имеет право на это имущество и другой человек отбирает у него незаконным образом и лишает его вот этого имущества а это тоже грех и так далее то есть нарушать права законные права других будь то это материальная или нематериальная его репутация и так далее клеветает тоже грех что касается алимов имамов шейхов устазов у них ложь у них на это нету прав они не имеют права выходить и лгать врать говорить неправду обманывать и так далее тем более от имени религии от имени аллаха и его посланника они не имеют на это право наоборот им это запрещено им это запрещено в хране аллах многократно повторяет вот этот запрет он это что руби а я ты сама нам калили не продавайте мои аяты за ничтожные какие-то цены не стоят они этого когда было им не способно писания они бросили писания вообще назад как будто нету все в чем заключается их ложь они эти алими имамы шейхи устазы это обобщенно вот те кто говорят ложь первая их ложь это то что они сами эти люди имеют какой-то особенный статус по сравнению с другими мусульманами они не имеют никакого особого статуса по сравнению с другими мусульманами этот статус они хотят внушить другим до сих пор это у них не получается постоянно идет разоблачение и позор они сами себе позорят они хотят внушить другим что вы то есть другие не знаете религию мы знаем вы не имеете права говорить размышлять задавать вопросы исследовать и так далее про религию аллаха зато мы имеем на это все это наша прерогатива для этого они пускают в дело ложные хадисы как будто пророк сказал после меня будут мои мои наследники это ученые аль-улена варса во-первых в исламе нету такого сословия в хуране нет такого сословия везде говорится в обращении ко всем верующим я его ловили она ну о которые уверовали вы уверовали то значит этот аят адресован вам если таких уверовавших полторы миллиарда это значит адресовано полторы миллиарда есть также обращение я о его нас о люди это уже все семь или сколько сейчас почти 8 миллиардов нету нигде даже обрали обращение о как там и мамы шейх и устазы вот они не понимают вот это большинство не понимают вы же понимаете у вас же особый статус я вам вот это говорю вы делаете то вы на это имеете полномочия а это большинство не имеет такого от аятов нету нигде наоборот есть беспощадная критика против тех которые взяли на себе какие-то особые статусы возомнили себя как будто представителями аллаха на земле вот почитайте девятую суру сура тауба тридцать четвертом тридцать пятом а это или же да еще раньше в тридцатом тридцать первом а это аллах говорит они то есть которым было неспослано писание до хурана это иудеи и христиане и тогда люди писания они взяли себе господами раввинов и первосвященников господами и теперь внутри мусульманской уммы эти алимы и мамы шейха устазы также хотят стать господами помимо аллаха вот кто называл себя господами помимо аллаха аллах и их называет партнеры аллаха щирк щурака и те кто признает их и те кто следует им она называет заблудшие сегодня мы читаем группу вала болин это те которые последовали вот таким они ведут уму в заблуждение это страшнейший грех если более грешные если более несправедливый нежели тот который придумывает ложь и приписывает это аллаху как будто аллах сказал в своей религии вот это а на самом деле этого в религии аллаха нету алими и мамы шейх и устазы занимаются столетиями вот этим придумыванием лжи и приписываем приписыванием этой лжи аллаху к его религии его посланнику хадисы полны сборники хадисов там полны клеветы лжи против пророка пророк сам не давал таких полномочий чтобы говорить от его имени вообще какой-либо хадис они сами эти хадисчики признают что пророк запретил в свое время записывать его хадисы записывать от него он позволил только хура это понятно это естественно посланник аллаха принес послание от аллаха довел до людей и все на этом его миссия заканчивается заканчивается аллюзии не полностью избавились от ширка в чем заключался ширк они муж реки не довольствовались аллахом для них аллах какой-то слишком далекий слишком недоступный и недостаточный надо каких-то помощников для аллаху надо каких-то посредников которые будут приближать тебя вот и приближайся к нему но ты же сам вообще ничтожество а эти приближенные к аллаху они имеют некие приближенные возвышенные нежели ты как ничтожество вот если будешь искать его довольство он попросит аллаха и аллах из-за уважения к нему просит и ведет в рай вот это было в общих мировоззрение мушликов которая перед перекочевала в мусульманские вот эти убеждения сегодня вот смотрите чем отличается от мушликской идеологии по сути ничем но изменены имена там если лад у за там губа манат то сегодня бухари имама алзам его шафира и муслим и так далее и так далее вот держись за бухари вот ты попадешь в рай аллах не говорит держись за бухари аллах говорит вата сему без облили держитесь за то что не способна аллаха вот эта вещь который спасает тебя из ямы из колодца из ущелья вот за это держись это приказ аллаха как когда тебе спросят почему ты вот так вот поступил у тебя есть конкретный ответ из самого писания аллаха можно тогда сказать аллах ты сам сказал в куране держитесь за неспособные вот это верь в аллаха вот я уверовал в твое писание и держался за это писание вот тогда есть шанс что ты будешь спасен а если спросят зачем ты ухватился за бухари за ходить за шейха за это тарикат или за этот маска есть ли ответ ответа нету любой ответ будет против самого человека но бухари там отцы мои деды соседи говорили что бухари он хороший но аллах может сказать хорошо тогда пускай они сотворят для тебя рай и там место а в моем районе такого разве я не говорил следуйте тому что не собственно вашим господом в седьмой суре 3 мая те да ты говорил мы как-то что-то большинство следовало вся махаля следовало этому я как-то не решился восстать там против всех пойти против толпы там против течения смолодушничал ну таких а это очень много в судный день в ад будут брошены и те которые сбили других и те которые последовали им поверили или или же побоялись их но факт что последовали этим сбивающим вот эти две группы обе будут брошены в огонь но по неведению последовавшие они будут там визжать кричать проклинать вот эти нас сбили аллах дай им вдвое больше вот они виноваты проклятые и так далее но уже будет поздно это ничего не спасет вот теперь является ли грех разоблачать их нет куран сам разоблачает их мухаммад алейсалям всю жизнь разоблачал их пророки и предыдущие все разоблачали их ибраем алейсалям приходит говорит вот вы чем вы тут занимаетесь они говорят вот мы там поклоняемся этим истуканом и разоблачает их они что слышит когда вы им дуа делают у них что есть уши какие-то или вот эти вот глаза они что видят можешь палец воткнуть в глаза они что видят или не видят вот так они разоблачают их вот за это они названы как примеры для послед для следования надо разоблачать алимов имамов шейхов устазов которые несут ложь и это будет самое чистое самое воздушное самое великое дело